Больше двух с половиной тысяч обращений поступило главе области до начала прямой линии. Вопросы задавали жители региона на протяжении месяца. В основном они касались ремонта дорог, поддержки семей бойцов специальной военной операции и благоустройства города. Часть проблем уже удалось решить. Чиновники получили поручения на еженедельном штабе по комплексному развитию региона. Например, выделено 27 миллионов рублей на строительство котельной Вышеевки. В микрорайоне Волжские кварталы организована остановка, через которую уже курсирует новый школьный автобус. Остальные же темы подняли в студии ГТРК «Волга». Здесь прошел уже четвертый диалог губернатора и населения. Начали с наболевшего работы общественного транспорта. Мы эту задачу тоже начали решать. Мы постепенно начинаем обновлять наш парк автобусов. В дальнейшем мы перейдем к реконструкции трамвайных линий и приобретению новых трамвайов. Задача также стоит. Мы обязательно будем решать. Но она, естественно, требует больших финансовых ресурсов. И мы обращаемся и ведем работу над тем, чтобы региону были выделены федеральные средства на решение этих проблем. В одночасье не решите проблему обновления коммунальных сетей. Эх модернизация идет последние два года. Алексей Русских также подчеркнул, что ремонта требуют и все очистные сооружения области. На их нынешнее состояние жаловались в основном жители железнодорожного района. Причина тому – зловонный запах. Ульяновцы беспокоятся, что это нанесет ущерб экологии. К слову, последние уделили отдельный блок. Вопросы продолжали поступать и во время прямой линии. Главная водная артерия страны Волга в некоторых местах густо заросла зеленью и стала похожа на заливные луга. Среди русла образовались заметные островки. Это вызывает справедливые опасения ульяновцев. Например, садоводы СНТ-авиастроитель просят продолжить расчистку Юрманского залива, а именно правой части, которая находится возле садового товарищества. Активисты сообщают, на некоторых участках глубина достигает всего лишь несколько сантиметров, а нерестовые места заилились и заросли камышом. Левая же часть водоема требует контроля со стороны власти. Здесь завершили работы по федеральному проекту. Довольно-таки большую работу мы провели по его расчистке. Два километра 600 метров очищено. 120 тысяч тонн, 120 тысяч кубометра фила вывезено. Произъединены углубительные работы. Дальше эту работу также будем продолжать. А всего у нас до конца 26 года нам предстоит очистить 26 рек и водоемов. На вопросы ульяновцев отвечал и кабинет министров. Острую проблему для местных жителей подняли горожане Димитровграда. В городе Атомщиков зафиксирована вспышка заболеваемости корио. Диагноз лабораторно подтвержден у 30 человек. Еще столько же находятся на этапе ожидания результатов. При этом, как подчеркнули обеспокоенные жители, вакцины от кори в городе нет. Глава области обнадежил. Первая партия препарата приедет не позже 25 ноября. Тема прививок волнует и жители областного центра. Аналогичное сообщение о нехватке вакцин поступило от родителей, чьи дети наблюдаются в поликлинике на улице Рябикова. Действительно, у нас были перебои с трехвалентной вакциной. Есть трудности с закупкой по всей территории Российской Федерации. В октябре текущего года мы закупили 2800 доз трехвалентной вакцины. Который в первую очередь сейчас направляется для подчищающей иммунизации. Также в поликлиниках имеется однокомпонентная вакцина, которой можно провакцинировать детишек. И мы в части поликлиники на Рябиковой проработаем этот вопрос и вам доложим. Также в эфире обсудили коммунальные проблемы. Жалобы поступили на ржавую воду в поселке Октябрьский. Затопленные подвалы в ГСК на улице Ефремова. Отсутствие отопления в ряде многоквартирных домов. Контроль за все перечисленное поручен главе профильного министерства.